Истину Воскресе! Возлюбленные о Господе, братья и сестры, дорогие наши прихожане, мы вот этим пасхальным гимном, исповеданием нашей веры Христос Воскресе, приветствуем друг друга и радуемся о Воскресшем Господе. Но сегодня, дорогие, к пасхальной радости мы присоединяем еще одно, это празднование нашего храмового праздника и, конечно, поучение в том евангельском повествовании, которое звучало за Божественной Литургией. Настоящее Воскресение называется антипасхой. Не потому что против пасхи, в переводе с греческого, а потому что это событие, следующее за Пасхой. А мы с вами помним о том, что на протяжении сорока дней Господь являлся своим ученикам и возвещал им, как говорит Священное Писание, тайны Царствия Божия. И вот сегодня к нашему утверждению, к нашему возвышению и подвигу звучит евангельское чтение о явлении Фоме, о уверении Фомы в том, что Господь действительно воскрес, и мы с вами получаем то ободрение и ту радость поистине евангельскую и светлую. Блаженный, невидевший и веровавший, говорит Христос Спаситель, присутствующий в горнице. Так вот, дорогие, что же такое для нас вера? Это ли только подвиг? Или это только дар? Мы можем долго говорить, потому что предмет нашей беседы много планов и достаточно глубокий. Но самое важное и самое главное, что мы обретаем, слыша сегодняшние евангельские слова, это уверенность в то, что человек, обретший веру, живущий по вере и плодоносящий дарами веры, он обретает, его жизнь обретает смысл и ценность, даже которую не всегда можно постичь, однако обрести вечность и соединиться с Богом и наследовать жизнь со Христом и во Христе. Святейший Патриарх Кирилл говорит прекрасные слова о том, что человек не получил от Бога повеление сделать что-то сверхъестественное, того, чего бы никогда не было, объявить миру какое-то произведение искусства, какой-то такой вот дар свой открыть миру. Нет. Господь говорит человеку о простом, о том, чтобы он был с ним, обрел жизнь в Боге и жил в нем и вместе с ним. И вот эти прекрасные слова, дорогие, они питают нас, они насыщают наше сердце и наполняют нашу жизнь разным. Блаженно не видевшие и веровавшие, говорит Господь. И хотя мы не видели многого, мы не были свидетелями тех чудесных, удивительных и поистине замечательных событий евангельских, нам так их хочется искренне, и мы стремимся всей нашей душой, всей нашей крепостью и всеми нашими силами обрести ту радость, которую испытывали ученики, когда увидели воскресшего Господа. Конечно, мы отчасти лишь, только, как говорит святой апостол Павел, как бы в мутном зеркале, неясном, нечетком, видим все вот эти вот деяния Божьи. Ради спасения человеческого рода. Но мы поистине, обритя веру, мы восполняем то, что нам нужно, и то, что будет руководствовать нами в течение всей нашей жизни. Посмотрите, ведь апостол Фома, придя, апостол Фома, мы не можем назвать его неверующим. Это не совсем верно и правильно. Это не то неверие, которое отвращает от Бога и изгоняет напрочь любовь Божию из жизни человека. Нет, ни в коем случае. Это другое неверие. Мы не можем убедительно и утверждать, что апостол Фома – это не тот ученик, которому надо было бы сказать эти слова. Но его характер, его внутреннее устроение руководствовало именно к такому поступку. Вспомните, когда Господь воскресил Лазаря. Апостол Фома не убоялся и сказал, пойдем и мы умрем вместе с ним. Вот как раскрывается характер человека, как поступает апостол Фома. И мы не можем его назвать неверующим в том смысле, в нашем обычном. Это неверие, которое раскрывает для нас веру. Посмотрите, Господь, обращаясь к Фоме, говорит, принеси перст твой и вложи в ребра мою, принеси руку твою и вложи в раны мою, и не буди неверующим, но верующим. И вот через апостола Фому мы касаемся живительных, спасительных и животворных ран Господа нашего Иисуса Христа. И вместе с ним мы обретаем не просто надежду, мы обретаем то Царствие Божие, которое нам уготовано и к которому мы стремимся. И вот в наших жизнях, в наших поступках, в нашем устроении бытовом мы, конечно, видим руку Божию. Она открывается, как бы с птичьего полета, говорит святейший патриарх Кирилл. Человек смотрит на свою жизнь глазами веры и понимает, что в каждом дне, в каждом часе, в каждом решении, будь то оно успешное, либо неуспешное, Господь руководит человеческой жизнью, направляя его ко спасению, обретению вечных благ и, конечно, вступление в наследие Царства Божия. С праздником всех вас, дорогие! С храмовым нашим, с престольным праздником, с праздником Святой Пасхи! Христос воскресе! Воистину воскресе!